Привет, я Мэтью Прайот, директор FIFA 17. Рад с вами познакомиться. Не могли бы вы рассказать о основных особенностях игры FIFA 17? Насколько мы знаем, в игре есть женские команды и режим Wet Journey. Расскажите о них. В FIFA 17 очень много новых особенностей. Я расскажу о трех основных. В Frostbite мы переходим на совершенно новый игровой движок, который сделает революцию в серии. И первое, в чем это выразилось, это Wet Journey, о котором вы упоминали. Это совершенно новый игровой режим, который мы впервые добавили за многие годы. Это сюжетный, кинематографический режим, который ждали фанаты уже очень давно. И именно Frostbite позволил создать его. Сюжет Wet Journey расскажет историю 17-летнего игрока, который только окончил Академию. О взлетах и падениях в его карьере. Это действительно фантастический режим, который позволил нам сделать то, что мы ранее никогда не делали в FIFA. Он сфокусировался на обратной стороне футбола, которая почти всегда остается за кулисами. И мы проделали огромную работу, чтобы рассказать эту историю. Это огромный шаг для нас. И без Frostbite мы бы никогда не сделали его. Вы сможете увидеть то, чего никогда ранее не видели в играх в FIFA. Раздевалки, комнату тренера, самолеты, дома игроков и другое несвойственное окружение. Это совершенно новый уровень погружения, который мы не могли бы создать ранее. Это все сделано только благодаря переходу на Frostbite. И третье, о чем я расскажу, это фундаментальная особенность. Сам игровой процесс. Мы никогда его не игнорируем. Это основа FIFA. И этот год игрового процесса. У нас много новых геймплейных нововведей. А сколько времени займет прохождение режима в Journey? Мы пока не можем рассказать об этом. Об этом станет известно позднее. Вероятно, только после его выхода. Сегодня мы про это точно не будем говорить. Будет ли в Journey что-то вроде обучения, которое позволит понять механику игры? Или это просто основной сюжет? Если судить по трейлеру, у главного героя могут быть трудности, он не понимает друзей и так далее. Да, это часть истории в Journey. Вы должны пройти через это, но чего именно мы добивались при создании нового режима, так это сделать его уникальным для каждого игрока. Если вы сейчас проходите его, и я также в него играю, и мы будем это обсуждать, выяснить, что у нас совершенно разный опыт и впечатление. Каждый ваш шаг или решение меняет сюжет и историю. Например, мы не принуждаем игроков к определенным действиям в геймплее. Они решают все сами. Никаких желтых карточек. Каждый удар по мячу в жорной проходит под вашим управлением. Многие события срабатывают только после определенного действия. Хорошим примером будет получение красной карточки. После чего вас ждет сцена в офисе вашего менеджера, который обсудит это событие с главным героем. Если вы не получите красную карточку, вы никогда не увидите данную сцену. Сюжет будет зависеть только от игрока, и огромная часть этого характер персонажа. Когда вы принимаете решение, вы меняете характер персонажа и ход сюжета. Вы сможете увидеть некоторые сцены только если характер будет сквичен. Такой как у Марио Балателли, например, или Луиса Суареса. А при другом характере уникальным будут совсем другие сцены. Очень многие решения игроков будут влиять на ход в жорной. После завершения сюжета в жорной, можно ли будет играть за Александра, как за обычного игрока? Это часть того контента, что выйдет позже. И, к сожалению, мы не можем рассказать пока про него. Подробности будут позже. Можно ли будет сменить ими главного героя в сюжетной части? Нет. И для этого есть несколько причин. Мы хотим сохранить визуальную целостность. И ответ на вопрос, могу ли я воссоздать себя? Нет. Давно, когда мы только начинали работу над этим режимом, мы обсуждали это и решили создать определенного персонажа. Ведь в конце это создает больше впечатлений, а также более захватывающую личность персонажа, если персонаж будет фиксированным. Мы сможем услышать, как фанаты скандируют ваше имя, все фразы и комментарии. Если позволить создавать кого угодно, мы бы потеряли тот уровень погружения и всю целостность образа. Все это причина для того, чтобы сохранить как можно больше уровень эмоционального опыта. И потому мы решили сделать конкретного персонажа. Насчет Face Capture и реальности лиц. Будет ли по-прежнему использоваться фотографии игроков в режиме игры или созданные лица, как в FIFA 16? В сюжетном режиме нет, так как у нас будет конкретный игрок. Во всей остальной игре, конечно же, да. Будет ли использоваться Frostbite не только на консолях, но и на ПК? Frostbite, конечно же, будет доступен на ПК. Небольшое примечание, Frostbite не будет доступен на консолях предыдущего поколения. Xbox 360 и PlayStation 3. Что нового ожидает нас в режиме менеджера? Возможно, появились особые цели по выводу команды на новый уровень. В эжорной у нас будут цели для менеджера, даже цели по заменам и даже задания для определенного матча, которые нужно выполнить до его конца. Что еще стоит упомянуть? Даже количество времени на поле в сюжетном режиме зависит от игрока, как в реальном мире. Если вы играете хорошо, вас заметит менеджер. Точно такая же механика и в игре. А если вы играете плохо, вы станете неприоритетным игроком или даже попадете в резерв. Вся игра строится на ваших показателях. Если вы играете очень хорошо, у вас будет много времени на поле. А если плохо, то мало. Или просидите в резерве. Цель задания для менеджера вернуть героя в команду. И если вы их выполните, это дополнительный шаг вперед. Каждая новая игра FIFA более реалистична, чем предыдущая. И эта реалистичность помогает игрокам лучше понять настоящий футбол. Новый режим более хардкорный или аркадный, чем раньше? По факту, это зависит от каждого отдельного игрока. Важорность станет хорошим видением для новичков, которые не играли в FIFA. Хороший режим для самого начала, который научит многому в футбольной культуре. Если вы начинающий футбольный фанат, это отличный вариант изучения самой игры. И футбола как спорта. Тут уже нужно будет смотреть на реакцию. Но я думаю, фанатам и новичкам он понравится. Это что-то свежее, что-то новое, нечто невиданное ранее. Он будет интересен всем, я думаю. Если у игроков есть Ultimate Team FIFA 16, смогут ли они перенести команду в новую игру? Это та часть информации, о которой мы расскажем чуть позднее. Все о подобных функциях потом. Сейчас мы можем рассказать подробнее только о Frostbite и геймплее сюжетной кампании. Будет ли возможность кроссплатформенной игры между ПК и консолями? Нет. Будут ли в игре женские команды? Это часть того, о чем мы расскажем позже в наших пресс-релизах. Но если коротко, то да. Расскажите, интересен ли подобный опыт для игроков и сколько людей вообще играют женскими командами? Во время запуска женская национальная сборная США была четвертой самой популярной командой в игре. Множество игроков сыграли женскими командами и они стали очень популярны. Мы гордимся, что смогли добавить их в игру. И это то, что мы продолжим делать и далее. В новой FIFA вы добавили новые лиги, например, украинскую. И снова это то, о чем мы пока не можем рассказать. Больше анонсов о лигах и лицензиях ожидайте летом. Вопрос о трансляции внутри стадиона. Игроки смогут как-то по-новому управлять видом и трансляцией в режиме менеджера? В карьерном режиме? Да. Это о чем мы расскажем летом. Пока мы можем сказать только о трех основных нововведениях. А позже будет намного больше информации о другом. О Ultimate Team, о карьерном режиме, но уже летом. О чем еще важном вы можете рассказать? По игровом процессе мы добавили целый ряд важных нововведений в игру и ее геймплей. Полностью переделаны пенальти, штрафные, угловые удары. Это то, что давно просило сообщество. Мы переделали также физику игры. Одно из самых больших изменений. Полностью переделан дриблинг, переделаны все физические взаимодействия между игроками. И теперь есть отдельная кнопка. Физическая кнопка. Левый триггер, который отвечает за физическое воздействие. И вы можете использовать ее, чтобы заслонять игроков, защищать мяч. Все это добавит игре новой глубины. Также будут новые атакующие умения, открывающие новые варианты атаки. Одна из самых раздирающих игроков в ситуации, это когда нельзя ударить мяч сильно, но по низкой траектории. Ведь чем дольше держишь кнопку, тем выше он летит. Сейчас же можно ударить сильно и низко. Просто два раза нажав кнопку. А потом набрать силу удара параллельно земле. Также теперь можно делать удар головой, направленный вниз, используя ту же механику. И это только несколько примеров новых атакующих умений. Также мы добавили активную интеллектуальную систему, которая очень изменит игру. Она добавит новый уровень интеллекта к игрокам вашей команды, под контролем ИИ. Они будут выбирать более свободные участки поля, делать пробежки, чтобы не дать игроку больше места, будут использовать диагональные пробежки, да и просто станут намного умнее, как команда. Что позволит сделать игру более приятной. Судя по отзывам на FIFA 16, иногда было трудно пробить оборону. И все эти изменения основаны только на пожеланиях и отзывах сообщества игры. И направлены на улучшение удовольствия от игрового процесса. Это важный год для игрового процесса всей нашей силы. Мне удалось уже поиграть в новую FIFA. И по вашему новая система угловых ударов лучше? Мне она показалась излишне сложной. Так как я не использовал ее ранее. Все нововведения поначалу будут сложными, но после получения нужных умений, после практики, все у вас получится. Судя по полученным отзывам, новая система отличная, потому что она позволит отправить мяч куда угодно. И сразу сменится на одного из ваших форвардов в попытке забрать мяч. Что делает новые угловые очень разнообразными и другими. И теперь вы в прямом смысле можете делать в углу все, что захотите. Я гарантирую, когда вы разберетесь, вам очень понравится. Огромное вам спасибо. И вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!